Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода Таргума Ункилласа. Урок посвящается. И сегодня мы с вами из главы Шимот я переведу из второй главы. Раз Ибнезра мы делали на начало главы, на первую главу, то значит Ункиллас стараемся выбрать какой-то другой отрывок со слов Ваелых Ишми Бет Леви. Пошел человек из дома Леви. Здесь не будет особенно многих и душем. В основном цель перевода, опять же, чтобы просто привыкать к арамейскому языку Ункилласа, что помогает и для других версий арамейского, для того мудического арамейского и других. Да, это хорошо почаще изучать Ункилласа и привыкать к нему. И, соответственно, будет человек более баки в языке, который второй по важности для религиозного еврея. После библейского еврита. Итак. Ваазаль Гавра Мидебет Леви, и пошел человек из дома Леви, уносив Ядбат Леви, и женился на дочке Леви. Вы, наверное, знаете, что есть несколько интерпретаций. Простой смысл, что не имеется в виду, что сейчас он женился. Да, потому что у него уже были... Да, если сейчас описывается рождение Моши, то как же насчет старших детей? Да, Мирьям и Аарона. Значит, наверняка имеется в виду, что когда-то он пошел, а позже уже Тора пишет, что у него были другие дети. Просто сейчас Тора описывает то, что для нас самое важное в данный момент, да, и то, что интересует Тору в данный момент, это рождение Моши. Поэтому пропускаются сейчас другие дети, которые делись у человека из дома Леви, так сказать, да, которого тоже Тора еще не упоминает по имени, но позже напишет, что его имя Амрам. И его жену тоже позже только упомянет по имени, да, дословные будут позже. Сейчас только что какой-то человек из дома Леви пошел и женился, и в конце концов у него родился Моши. Это простой смысл, как Рамбан подчеркивает, что не нужно говорить, что он дважды на ней женился, что он какое-то время был разведен, но Хазаль предполагает, что и прямо он сейчас пошел на ней женился, а что-то он вдруг сейчас заженился, если до этого у него уже дети были, значит, он был разведен. А почему он был разведен? Значит, это потому, что он боялся иметь детей, согласно Медрашу, это ему Мирьям еще такое, его отговорило, что он боялся иметь детей, потому что все равно мальчика придется скидывать в воду, а Мирьям его отговорила, сказав, что если ты не будешь женой, то тогда вообще не будет еврейских детей, ни мальчиков, ни девочек, так твоя гизер еще хуже фараонской. Это все известно. Есть это у нас в Гемории, в разных Медрашах, на самом деле само слово «пошел» – это тоже общий вопрос, когда говорит Тора такие вещи, как, например, «вои как корох, и взял корох», или «воел их, и пошел», или, скажем, «врагам», говорится, «пришел оплакивать цару», «ба», нужно ли это все принимать буквально? Это один подход, откуда ты именно должен был прийти, пойти, взять что-то, корох должен был, и тогда нужно объяснить, что именно. Или это все просто начало, так сказать, предисловие к акции всегда такое, что пошел, взял, пришел, что не обязательно нужно, чтобы он откуда-то куда-то шел. Это просто выражение такое, что он пошел и взял и женился. Так объясняют многие из комментаторов. Значит, пошел кто-то из дома Леви и женился, и имел в результате ребенка. Не факт, что это был бы первый ребенок, как я уже сказал, у него был, может, третьим ребенком, но в данном случае Тора это все пропускает, потому что сейчас нас интересует повествование до этого, чтобы объяснить, что происходило. Сначала описывается, как фараон все хуже и хуже делал свои Гизейры. Сначала стал Леви работать тяжело, надеясь, что у них не будет много детей, потому что им будет тяжело уже бывать с женами после тяжелого рабочего дня, ужасной работы и рабства. Потом, когда это не помогло, он попытался как-то секретно уничтожать еврейское население, чтобы кушерки убивали детей, пока они еще не родились, или, во всяком случае, пока не очевидно, что они родились, и будут говорить, что они родились мертвыми, и таким образом будут убивать евреев, и будет казаться, что это натурально происходит. И когда это не помогло, тогда уже следующего Гизейра скидывать мальчиков в реку. И вот тогда описывает Тора, что появился тот мальчик, который будет спасителем еврейского народа. Виадид, она забеременела, и Тата, эта женщина, Виэлидат Бар, и родила сына. Вахазат Ятей Арейтавху, она увидела его, что он хороший. Что значит хороший? Все дети хорошие в глазах родителей, как Медраж говорит. Поэтому есть разное объяснение, что имеется в виду, чем он был хороший. Но простой смысл, что он нормальный, здоровый ребенок, который, может быть, каким-то образом удастся его спасти. Ведь в те времена очень мало детей выживало после родов, в среднем. Я не знаю, хозяйка считает, что у еврейского населения был особый случай в тот период времени. Все были здоровы и всегда рождались. Но обычно ведь не зря Тора 30 дней обычно требует ждать, прежде чем выкупать ребенка. Одна из причин, что в основном большая часть детей просто не доживалась. Почему вообще население так быстро не росло, как сегодня? Ведь сегодня люди, которые в среднем не стараются иметь меньше детей, а имеют детей столько, сколько все уже не послал, как говорится, то у них часто бывает и 10 детей, и больше. И то, что в западном обществе так мало детей, это то, что люди выбирают иметь мало детей. Но когда-то у людей родов было много, а выживало детей немного. Поэтому в семье вполне могло быть, что 2-3 ребенка, при том, что беременности у женщины было и десяток. Многие рождались и почти сразу умирали. Здесь эта женщина поняла сразу же, что ее ребенок здоровый, сильный, хороший, и может быть даже почувствовал что-то особенное по отношению к нему. Наверняка у нее какие-то были задатки, пророчества, ее хэббит. Сказала, что он хороший, и может быть удастся его спасти, несмотря на то, что обычно детей заставляют мальчиков скидывать в реку. И она его стала прятать сначала, видимо, с риском очень большим. Но я знаю, какое было наказание у египтян за то, что прячешь ребенка, а не скидываешь в реку. Значит, от Мартей она его прятала. Тлата Ярхин. Три месяца ее удалось прятать. То, что Хазаль считает, что египтяне знали, когда ожидать ее рода, и поэтому, значит, родила раньше, и ее до 3 месяца прятаться, потому что они ожидали, что так рано она родит, это Ибнезра все считает маловероятным, откуда египтянам знать такие вещи, когда именно она забеременела. Но Хазаль, видимо, считает по своей жизни, что он только что на ней женился публично снова, и поэтому египтяне ожидают, что она сразу же забеременеет. Но опять же, от того, что она сразу женился, не значит, что она сразу забеременеет. Ну, в самом случае, могли египтяне предполагать, что не раньше, чем, да, то есть, если даже она сразу беременела, хотя бы 9 месяцев нужно дать, поэтому не проверяли. Значит, получается, если она родила в начале 7-го месяца, по мнению Хазаль, может родиться ребенок, который выживет даже в начале 7-го месяца, то потом получается, что через 3 месяца, в конце 9-го, уже египтяне стали искать, проверять. И ей пришлось сделать что-то, чтобы спасти ребенка, хотя бы дать шанс спасти ребенка, потому что если бы египтяне его нашли, они бы точно его убили. Поэтому вело Яхилат-Од-Лят-Марутей, она не могла больше его прятать. Уносейват-Ла-Лей, она взяла для него Тейвутад-Гоми. Здесь тоже интересно, что Тора использует слово Тейва только здесь и в отношении Ноха, да, есть какая-то параллель. Может быть, какое-то другое слово использовать, в конце концов Нохский ковчег и тот ящик, в котором Моше был спасен, они вряд ли имеют много общего, но Тора не случайно использует одно и то же слово, да, есть без сомнения что-то общее. Кстати, есть каббалисты, которые читают, что такие Моше был Гилгулем Ноха. Во всяком случае, она взяла Тейвута, да, Тейва. Да, на арамейском практически такое же слово, да. Венесива-Длей-Тейвута, она взяла для него какой-то ящик. Который может плавать, да, какую-то корзинку, видимо. Д-Гоми. Вахафата-Бехемара-Увизифта. Да, материал был, видимо, такой же, как камышей или папируса, что-то в этом роде, да. Гоми. Это на иврите, опять же, на арамейском одно и то же слово. Тахмера-Гайца-Бехемар-Увзафет. Вот она его как-то, чтобы не протекала вода, да, внутрь, она его сделала водонепроницаемым с помощью каких-то, какой-то смолы, видимо, да, каких-то таких материалов. Да, опять же, на арамейском хомер, хемар и зафет такие же слова. Хемара-Изифта. Вишави-Эт-Ба-Ят-Равья. Она туда положила ребенка. Вишави-Эта-Бияра-Аль-Кейф-Нагар. Она его поставила, на иврите, говорится, что это были камыши, да, Басуф. Суф – это камыши. Камыши обычно растут там, где пресная вода, между прочим. Это, кстати, вот, говорится, камышиное море, да, где мы проходили, Ям-Суф, дословно. Если это было Красное море, то там всегда есть какие-то места, где рядом камыши. Это необычная вещь. Я так читал в одной книге, то есть, может быть, поэт так называли. Вот, но неизвестно, на самом деле, какое море мы проходили, или даже болото. Дело в том, что, вы видите, вообще все большие скопления воды называются морями. Будто озеро, море, болото. Поэтому, где именно наш народ проходил, это большой вопрос. Есть много разных предположительных путей, и многое зависит еще от того, где гора Синай была. Я рассказал, думаю, что тоже неизвестно. Но, во всяком случае, если это было Красное море, какой-то из заливов, будь то тот залив, который вот слева выходит, там, где Суэцкий канал сейчас, или это был правый, наоборот, там, где как раз вот самый юг Израиля, да, там, в районе Элата примерно. Такое предположение тоже есть. Если гора Синай в Саудовской Аравии была, тогда, соответственно, они, скорее всего, проходили не левый залив, да. Вот Красное море, оно расходится на две части, да. Левая часть, это вот там, где Суэцкий канал сегодня соединяется с Зелеземным морем, а тогда не было, конечно, Суэцкого канала. А правая часть, это там, где вот граница Израиля с, ну, одновременно там Египет, Израиль и Ордания, да, вот этот, соединяются в этом треугольнике, вот в этих точках, где там, может быть, проходил как раз еврейский народ, по одному из предположений. Во всяком случае, там есть действительно место, где камыши. Так вот здесь тоже камыши какие-то были, но, что интересно, Торгум их переводят как Яра, это, в принципе, как лес, лес, лес из камышей. То есть она его спрятала в камышах. Знаете, у нас часто вот предположение такое, когда читаешь рассказ Тора, это как будто это плывет такая лодочка, ну, Тейва, да, коробочка какая-то, корзинка, плывет по реке и потом, может быть, застревает в камышах. Но это не так, на самом деле написано, что она его сразу, вот Ассем Басуф Аль Сфат Айо, что она не посередине реки его дала плыть, потому что это вообще было бы, наверное, убийством, да, вряд ли бы ребенок выжил в такой ситуации. Она его попыталась спрятать, может, она потом собиралась его забрать назад. Кто знает, может быть, когда пришли проверять ее дома, она быстренько до этого спрятала его среди камышей на воде, да, но это он плавал, как бы он не плывал посередине реки, он был прямо среди камышей, так, чтобы было незаметно, вот. Не то, что она надеялась, что дочка фараона его спасет, она, наверное, надеялась потом его спасти. В общем, так она его припрятала. Поэтому, наверное, Таргумулки особенно подчеркивает Беяра, она его спрятала в, как в лесу, да, из этих камышей, Аль-Кейв-Нагара, у берега реки, да, как Тора говорит, Аль-Сфат-Хайор. Его сестра между тем стояла издалека, смотрела. Чтобы знать, что с ним дальше произойдет, да, на случай, если кто-то его найдет все-таки, да, чтобы можно было еще попробовать спасти как-то. Но вряд ли они ожидали, что только фараона его заметит. Да, может быть, думали, что, как я сказал, потом вернут назад и спасут как-то. Может быть, думали, что его пока придется там прямо кормить. Я не знаю. Всяком случае, дочка, да, видимо, маленькая девочка, когда играется около реки, это не так заметно. Взрослая женщина, если бы стояла, может, это было бы более подозрительно. Тем более, что от нее ожидали, что она, может быть, недавно родила и может прятать ребенка. Поэтому, видимо, мама не могла ничего сделать. Мама вернулась назад домой. А вот дочка ее, Мирьям, стояла... Опять же, Мирьяму, помянута, будет позже. Ну, вроде, это так единственная дочка Ехебе, то, видимо, единственная сестра Моше. Поэтому других кандидатов нет, кто именно здесь стоял. Хотя, похоже, некоторых комментаторов, может быть, из-за Бенезре, выглядит, что, может быть, это не давка сестра, какая-то родственница. Что тоже возможно. Может быть, потому что Мирьям была слишком маленькой. И тогда могла какая-то другая родственница, которую не подозревали ни в чем, стоять недалеко и смотреть. Но простой смысл, потому что это была Мирьям. Просто позже Тора пишет ее имя, как и другие имена еще здесь не упомянуты. Ни мамы Моше, ни отца Моше. И так стоит, значит, там сестра, смотрит, что происходит. А между тем, у Нехата Дбад Паро спускается дочка фараона, Лемисхей Аль-Нагара, чтобы искупаться в реке. Опять же, у Хазарта всякие мидроши, что она там такая уже праведная была, что купалась, чтобы отмыться от дома идолов своего отца. Но простой смысл, что они, они же где-то нужно было мыться. Фараон тоже ходил купаться, как мы видим в следующей главе, все время к реке по утрам. Правда, на это тоже у Хазара и свои мидроши. Но простой смысл, что это приятно, действительно было купаться. У нее были специальные женщины, которые ее обслуживали там. Она любила, наверное, поплавать, или, в основном случае, посидеть в воде. Она, значит, туда спускается. В Лем-та Мехал-Хан Аль-Кейф-Нагара и с ней идут ее служанки у берега реки. Зачем Торе это все описывать? Может быть, я думаю, чтобы показать, какая она была все-таки праведница, эта дочка фараона, на какой риск она пошла. Потому что если бы она одна там купалась и взяла ребенка, то, может быть, никто бы ее особенно не упрекнул. Мало ли, как она потом это объяснит. Но здесь было столько свидетелей вокруг, все эти ее женщины, хотя они, наверное, были лояльны, но могли донести на нее отцу. И кто знает, как бы отец ответил. На самом деле, Хазар так и говорят, что они ей сказали, что что ж ты делаешь, если твой собственный отец делает гизеру, чтобы ювелийских детей сбрасывать в воду, а ты сама же его ослушалась. Уж хотя бы дочка должна ослушаться отца, если не кто-то другой. В этом случае с ней идут ее, значит, служанки. Она увидела эту корзинку, бегояра, среди вот этих вот, прямо посередине вот этого леса из камышей. И она протянула свою руку и взяла эту лодочку. Она, значит, открыла ее и смотрит на этого ребенка. Он как раз плачет, мальчик плачет. Вахасатология, она пожалела его. Вовремя ребенок заплакал, да, у женщины всегда чувства такие, когда ребенок плачет, у нее материнские чувства проснулись. Ваамерет, мебны и гудай гудей. Она сказала тогда, что это на некрасе из евреев он. Кстати, Рамбан считает, что позже она же отца его говорила убрать эту гизейру, чтобы больше, да, что это слишком жестоко евреев, еврейских детей сбрасывать в воду. Ваамерет Ахатей Леват Паро. Тогда видит дочка фараона, видит сестра Моше, что дочка фараона вроде не собирается его убивать. Во всяком случае, она, видимо, поняла, что можно попробовать подойти и попытаться договориться с ней. Увидела, видимо, что в ней проснулись материнские чувства и, значит, подошла. Мирьям была, видимо, не стеснительной в свои 6 или 7 лет. Подошла и говорит, Может, мне привезти тебя специально кормилицу из еврейских женщин. И она будет кормить грудью этого ребенка. И говорит ему, и тогда дочка фараона, Иди, леди, вазавна, пошла у лимта, эта вот девочка, украдь яд, имей дровья. И позвала мать этого ребенка. Ваамерет Ла Бат Паро. И сказала ей тогда дочка фараона, Ввели яд, ровья, гадейн, иди, да, возьми этого ребенка, И корми его грудью. Ваана, и тен, яд, агрей, агрех. Яд я заплачу за это. Гад хазан, не доставили, мало того, что праведники делают это, еще и получают за это награду. То есть она своего же ребенка будет кормить, еще за это ей заплатят. И в те времена по 2-3 года кормили детей маленьких. Урыва, ровья, и стал расти этот ребенок. Ви айти, тей, Леват Паро, она его привезла, принесла дочке фараона, Вахават Ла Лебар. Он стал ей как сын, приемный сын. Украд Шемей Моше. Она назвала его Моше. Кто назвал? Некоторые из комментаторов, как Абарбанеллих, искусственные считают, что сама же мама назвала. Потому что это имя-то вроде на иврите имеет смысл. На самом деле это и на погибельске имя-то какой-то смысл. Может быть, не такой же, как на иврите. Или, может быть, дочка фараона переспросила у евреев, как назвать это по-вашему, на вашем языке. Разные комментаторы, по-разному объясняют этот стих, но больше всего согласен, что назвала все-таки дочка фараона. Крат Шемей Моше. Назвала Моше в Амерет, а Реймин Мая Шехалте. Я его вытащила из воды. Интересно, что в Таргуме теряется смысл названия. То есть на иврите Моше, потому что Мина Май Мешетигу. Я его вытащила из воды. Но на иврите, на иврите, на иранском Шехалте, совсем другое слово, чем Моше. Поэтому неясно, почему тогда назвала Моше. Вахава Био Мая Айнун. И было в те дни. Урыва Моше, и вырос Моше. Уныфа Клева Тахоги. Вышел к своим братьям. Хотя вырос во дворце фараона, но ассоциировался все равно с евреями. Себя, свою судьбу как-то связывал с евреями. Он всегда смотрел, как у них происходит все, жалел их Хаза Гаджет. Он пытался им помочь, как мог. Он видел их тяжелую работу. Он увидел, как какой-то египтянин избивает еврея. Возможно, так избивал, что до смерти мог довести. Он тогда повернулся туда-сюда, посмотрел, да, никого нет. Видишь, что нет там никого. Есть другая гирса, лейт гевар. У меня есть один комментарий к торгуму, который я из Hebrew Books до торг на компьютер свой, даунлоудную. И там он считает, что правильно гирс, таки гевар. Не буду вдаваться в его доказательства. На всяком случае, он видит, что нет никого, нет никаких людей других. Умыхая от Митцрая. Он тогда раз и ударил так египтянин, что он его убил. Витамре бехала и спрятал его тело в песке. Уныфаг би йома тиньян. Он на следующий день выходит. Виха трейн гуврин и гудаин нацан. Теперь он видит, что два еврея уже ссорятся, да, противная ситуация, что евреям и так так плохо, они еще друг с другом ссорятся. Ваамар лихаява. Он тогда говорит одному, виноватому, да, видословно, виноватому. На иврите написано «Раша», «злодей», он сказал. В общем, «Хаява» может значить «злодей» тоже. «Лама от Махели Хаврах». «Ты чего бьешь своего друга?» Ваамар. Вот тот отвечает. «Маншавьяхли гвар» «Рав Видаяна Лана». «А кто тебя поставил над нами важным и судьей, да, человеком? Ты что, нас, судья, что ли, наш? халимиктли от Амар?» «Ты что, собираешься нас убить?» «Меня тоже убить?» «Кемады катал-то я от Мицра?» «Ты что, говоришь, что и меня убьешь, как убил ты египтянина?» «Удэхиль Мошэ», тогда Мошэ испугался. Ваамар бикуштает, я дам битгама». Значит, эта вещь за правду известна, да, теперь фараон тоже узнает. И, как мы видим дальше, фараон действительно узнал. Хазах говорит, что они донесли таки. Еще Хазах говорит, что это были Датан и Аверам. Это отнюдь не очевидно, и вообще Датан и Аверам у нас встречаются впервые в Торе, уже после исхода, да, в поколении Короха. Вот. Но здесь, да, если Датан и Аверам уже были взрослыми мужчинами, то сколько же им было лет, когда Мошэ было 80, да, если предположить, что Мошэ убежал из Египта, как некоторые даже считают, в 12. И так Рамбан тоже предполагает, что Мошэ был очень маленьким, когда, ну, сравнительно, да, он был юношей, когда он убежал, судя по контексту. Правда, тогда непонятно, почему у него только двое маленьких детей было у Цепоры. Это сейчас я поговорю об этом чуть позже. Во всяком случае, он вполне возможно, что убежал молодым. Если ему было 12, а этим людям, работающим, уже было, допустим, по 25-30, то тогда, когда Мошэ было завозил, после больше 80, да, когда уже во второй год пустыни, Датан и Аверам встречаются, то им что, было по 100 лет, что ли? Возможно, конечно. Все возможно. Значит, теперь эта вещь известна стала. Ушма Фаро, услышал об этом фараон, действительно, прознал про это. Яд пидгамаха, деяну бали, мекталь яд Мошэ. Он когда потом узнал об этой вещи, он хотел убить Мошэ. Варак Мошэ, Минкадам Фаро. Мошэ убежал от фараона. Вейте в Беараде Мидьян, вейте в Альбейра. То все у нас подряд идет сразу же, что он пришел в землю Мидьян-тиан и остановился у колодца какого-то, да, у источника воды. Беар, ну, видите, в Беараде, в рамейском то же самое слово. Вопрос, что это произошло действительно подряд, Роман говорит, нет. Если он бежал, допустим, в 12 лет из Египта, то в Мидьян, он, скорее всего, не побежал, так что близко слишком к фараону мог его там найти. И вообще, что судя по контексту, он когда потом женится на Цепоре, у него будут дети, один бюрок точно был грудной, второй был, похоже, маленький, его на осле везут, да, поэтому, скорее всего, у него два ребенка родилось почти сразу, когда он женился, значит, скорее всего, он женился лет так в 60 с чем-то, как минимум, может быть, 70, как Яков наш проротец, да, поздно очень женился. Вот, так что же было между этим? Гейзером Бан, что он между этим в других странах был. Вот, есть Мидраши, когда, что он был в Африке, например, даже есть Мидраши, что он там тоже успел жениться. Ибназер в эти Мидраши не верит, и Ибназер, похоже, считает, что он сразу попал в Мидиан, но, даже если не верить Мидраши, все равно, факт, что он попал в Мидиан сразу, это совершенно не очевидно. Почему, действительно, мы должны так считать? Потому что Тора подряд это описывает, но просто ничего не было посередине, что Тора должна была описать. И потом, Тора позже скажет, и что в эти длинные дни, пока, между тем, да, это будет в 23 стихе, в эти длинные дни умер царь египетский. Значит, прошло много времени, потом он женился уже в Мидиане. А Ибназер говорит, что он не уверен, в каком порядке все происходило, то есть он сразу имел первого ребенка, а потом очень поздно второго, в Мидиан, или он двух детей в конце уже имел, то есть почему-то у него долго не было детей в Мидиане, а потом родились двое детей. Но, как я сказал, по Рамбану нет никакой проблемы, что он родил детей в конце, уже когда пришел в Мидиан, но в Мидиан он пришел не сразу. У ли раба до Мидиан шива бэнан. У главы Мидиана, видите, он переводит Кохен как раба, тоже интересно. Обычно Кохен это священник, а не он переводит комер, например, или если это священник идолопоклонства. Почему здесь пользуется раба? Он, видимо, был не просто священником, но еще и главой. Газань, правда, конечно, наоборот, его, из-за того, что он стал монотеистом, его отлучили, как бы, и другие теперь. в его городе. Не зря прогоняли его дочек, как дальше будет описано от фонтана, от источника воды. У ли раба до Мидиан шива бэнан. У главы Мидиана всем было дочек. Ваатан удалан удала умидла яд рихатая. Они, значит, наполняли у них рихатим, то же самое на армейском, рихатая. Это, как я понял, у них были как бы внизу, прямо на земле, как небольшие такие вырытые ямки, куда наливали воду, и потом же вода могла подойти, согнуться и там пить из этого. То есть, были как такие лужи, что ли, делали для них. Вырытые, может быть, там что-то из материала тоже ставили, чтобы не протекало, но, во всяком случае, это были вот такие на земле ритвины с чем-то, чтобы туда наливать воду. И, значит, наполняли эти рихатим, рихатая на армейском, чтобы напоить скот своего отца. Ва то рая, приходили пастухи, и их выгоняли. Да, и горшумные, верите. Они тогда пришли к своему отцу Руэлю. Здесь еще Итро не упомянут, упомянут какой-то Руэль. Хазах считают, что Руэля есть Итро, но многие комментарии считают, что Руэль это отец Итро. Пришли они, Круэля Вуэн, Круэль их отцу или дедушке, Ваамар, Мадейн, Охейтин, Лемейтей, Йомадейн. Что вы, так рано пришли сегодня? Ваамара, они говорят, Гавра, Мицра, Шейзвана, Мияд, Рая. Нас, говорит, какой-то египтянин спас от других пастухов. Вя, Мидла, Дала, Лана, Вя, Шке, Я, Тана. Он также нам воду налил и напоил наш скот. Почему они Моши назвали египтянином? Говорят, что у него одежда была египетская. Опять же, казалось бы, это противоречит Рамбану, что он долгое время был в других странах, за это время, что он все еще ходил в египетской одежде. Ответ, наверное, да, у него египетская одежда была очень хорошая, добротная, дорогая, наверное, как у принца в Египте. И поэтому все, что он там в Африке или в других местах, как несчастный скиталец мог получить, наверное, это была одежда гораздо хуже качества. Я читал когда-то книгу по-английски «Го Май Сан» про мальчика из Польши, который оказался в нашем Казахстане во время Второй мировой войны. Какая-нибудь добротная была одежда из Польши, они там пытались на что-то обменять. Да, он пытался носить все еще, да, даже когда уже она немножко портилась, эта одежда, все равно продолжал ее носить, потому что лучшего найти в Советском Союзе было невозможно. Между прочим, если вы помните, те, кто моего возраста, в Советском Союзе мы носили многие вещи, кроме детей, конечно, но в основном носили одежду очень подолгу одну и ту же. Да, десятки лет иногда носили те же, ту же обувь, например. Правда, если ему уже был таким маленьким, как 12 лет, когда он убежал, тогда вряд ли он потом мог носить ту же саму одежду, он же рос наверняка все это время. Вот, если он 20 лет убежал, как другие митроши считают, или позже, тогда да, но если он 12 лет убежал, вряд ли это было из-за одежды. Ну, может, он разговаривал, как египтянин, или еще что-то было в нем, что они приняли его за египтянина. Во многом остается та культура, вот как нас, например, в Америке называют русскими, русских евреев, и что-то остается, даже если человек из России с 12 лет уехал, все равно он полностью американцем не становится. Может быть, по каким-то причинам его определили. Понимаете, ведь в Африке, если, например, он долгое время был в Африке, но там же он живет в Черной, в Южной Африке, да, поэтому он не похож был на них, а на египтян он был достаточно похож, видимо. Поэтому, может быть, использовал даже какие-то из видов косметики, там мужчины тоже использовали в те времена, которые египтяны использовали. В общем, какая-то причина была, почему они приняли его за египтярина. И он, в общем, не отрицал вроде бы это на данном этапе, поэтому Хаза, кстати, его и критикуют, что должен был сказать сразу, что он еврей. Но, может быть, евреев они вообще не знали, это была слишком маленькая нация. Вообще, слово еврейное в Торе, это не факт, что значит то, что мы сегодня подразумеваем. Сегодня евреи это только евреи, а тогда еврей, возможно, включало много разных национальностей или даже групп определенных. Есть очень многие вопросы на этот счет. Вот слово хабиру или хапиру на древнеегипетском имеет ли это отношение к тому, что Тора называет евреи. Но, во всяком случае, во время Хазали уже евреи интерпретировалось в основном, как говорится, эведевреи, например, только еврейский слуга. Но, например, Аврагамха-евреи, кто это такой? Тогда еще не было нации еврейской. Это кто такие евреи, когда Тора говорит Аврагамха-евреи? Некоторые говорят, что это были потомки Эвера или были Эверханагар, да, со стороны реки до другой стороны Ифрата, видимо. Это все не очевидно, во всяком случае, что он мог сказать и Моши по отношению к своей национальности, чтобы дочки Итро поняли это. Вот. Тогда сказал им Итро, или Руэль, скорее, да, по повествованию, пока что Руэль разговаривает. Что же вы оставили этого человека? Кранли, позовите его и он поест хлеб. Уцви Мошели Митавын Гавра согласился Моши остаться с этим человеком. И он отдал свою дочку Цепору Моши. Велидат Бар она родила сына Укра Ядшиме Гершом и назвал Моши своего первого сына Гершом. Опять, видите, в арамейском теряется именно аллюзия слов, что Гершом там я жил. Сказал, что я там был чужаком в чужой земле а был временным жителем. Гер Гаити Береснухрия. Вот. А про второго сына, когда у него родился, есть диспут. Я рассказывал в другом месте. Вахава Беомая Сагиая Гайнун были в эти длинные дни у Митмалкады Митсраем и умер между тем египетский царь. Как я уже сказал, по мнению Ромбана, имеется в эти длинные дни, пока еще Моши скитался в том числе и потом только он дошел до Митяна. Да все, очень много времени прошло. И Таннаху Бне Исраэль Мин Палхана и евреи стали очень вздыхать от тяжелой работы. Да, что вдруг? Что сейчас хуже стало, чем раньше? На самом деле, да, Гайдгра, пока был еще царь, хоть какие-то были законы. Пока был хаос между царями, видимо, то было полностью. Или еще потому, что они надеялись, что если царь выродок умрет, да, этот зверь, то тогда хоть будет лучше при другом царе. Оказалось, что лучше не стало. Вы знаете, если вот как люди ждали, пока смерть Сталина ожидали, а если бы пришел не Хрущев на его место, а кто-то хуже еще Сталина. Из такого вообще бывает, какой-нибудь там Гитлер. Да. В любом случае, люди еще больше стали стонать, когда умер царь. Дагавы кашьялы гон, у них была очень тяжелая работа. Узы ику, они стали кричать, вопить Всевышнему. Услейкат к велтэгон, их вопли, их жалобы поднялись лекадамашем, перед Всевышним. Я уже говорил, что в отогнулке он всегда использует слова такого типа не напрямую, не то, что поднялось Всевышнему, их крик поднялся, а перед Всевышним поднялся, чтобы как бы отдалить антропоморфизм, как-то что-то. Поднялся крик перед Всевышним. Мин Палхана от их работы. Укавиль и принял, опять же, видите, Ваишма используется Кабиль, принял. Правда, у меня есть другой здесь носахушмия, кадамашем, перед Всевышним, опять же, не напрямую. Но вот первый носаху Кабиль он принял, тоже отдаляет слово слух, Всевышний принимает молитву. Кабиль, кадамашем, яд кэбил тэгон, их, значит, жалобы. Удахир, гашем, яд кэмей, вспомнил Всевышний свой союз. Дэим Авраган, дэим Ицхаку, дэим Яков. Си Авраам, Ицхаком и Яковом. У гели, кадамашем, шибуда, тыбна Исраэлли. Открылась перед Всевышним, опять же, видите, гели кадамашем, а не ваяр Гашем, увидел Всевышний, он недословно все это переводит. Было увидено перед Всевышним, так можно сказать по-русски, их тяжелое, да, шибуда, дэбна Исраэль, это он добавляет слово шибуда, наиверить просто, дэбна Исраэль, да, что Всевышний, было открыто перед ним их шибуд, их тяжелая работа, их рабство, Ваамарби Мемрей, и он сказал тогда, видите, здесь тоже он переводит недословно, наиверить просто написано Ваейда Иллоким, и знал Всевышний, а он переводит, что имеется в виду, что Всевышний сказал, что он их спасет. Ваамарби Мемрей, он сказал своим словом, словом Божьим, Лемифракон, Хашем, да, Всевышний сказал, что он их спасет. И мы сделали с вами, получается, всю вторую главу книги Шемот. Урок и сейчас. Лифу шлем, а слава биху льним, шель, а да, саббатагу, и холисерэль.